Подводим итоги матча Россио Пигвинс. Пигвинс выиграли минимально с учетом 1-0. Дмитрий Цаишфили, Андрей Уланов. Дим, поздравляю победой. Победа была достаточно непростой. Как впечатление от игры? Спасибо запернику за игру. Действительно, Россио нам дал серьезный бой. Еле-еле выиграли 1-0, забив после углового. Был, да, спорный момент, который сейчас и обсуждается с этим отмененным голом. Но я хочу сказать, да, не знаю, ну, как бы на совести арбитра он должен принимать решение окончательное, да, там, без всяких подсказок, игроков или там кого-то. Но при этом я хочу сказать, что моментов у нас было, ну, на порядок больше. Мне кажется, надо, конечно, пересмотреть по горячим садам тяжело, но мне кажется, у Россио на и моментов не было. Да, они в один момент перехватили инициативу, да, там, поджимали, но что там голевые какие-то моменты были, я не помню, честно. Но я еще пересмотрю. А у нас там было, мы забили 1-0, и там просто было столько моментов. Мы не забиваем, соперник ловит кураж и атакует, атакует, атакует. Было напряженно, но, слава богу, ну, сумели этот результат удержать. Мне кажется, несмотря на все спорные моменты, Андрей может на мне согласиться, но победа наша закономерна. По количеству созданных моментов. Есть, конечно. Мне кажется, судья заплавил. Просто заплавил. В первом тайме, я не знаю, человек борется плечо в плечо, блин. Выходим 4 в 3, можно сказать, блин, после этого. Он ставит штрафной зачем-то. Угловой, когда нам забивает. Человек на полтора метра ставит от лицевой линии, ближе к воротам. Подают, забивает. Здесь забил, может быть, ушло, вопросов нет. Но он поставил на центр и тут же посмотрел на Диму, блин, или на кого-то еще. Такое передумал. Видимо, боится, что его больше не позовут, судитель. Я не знаю, почему он сделал такое решение. Для меня это просто вопрос и загадка. А так, да, по игре. Я думаю, что в этот раз мы сыграли намного лучше, чем в прошлый. Просто в прошлый раз они без шансов нас грохнули. 4-2, по-моему. В этот раз 1-0. Мы смотрелись намного увереннее. Я думаю, и Дима не будет отрицать, что мы прогрессируем и более четко играем, более слаженно. Надеюсь. Ну, конечно, обидно, потому что мы где-то в подвале находимся, нас тут еще плавит. Но это вообще пиздец, кошмар. Саша Довыденко перед игрой сказал, что настрой у вас был запредельный. Может быть, именно этого немножко не хватило в игре? Ну, да нет. Настрой у нас прекрасный. У нас все вроде как собранные. Вот. Дима сказал, что я истерю. Вот сейчас вот. Ну, это, наверное, может и связано с тем, что слишком супер настрой. Ну, да, действительно, еще в две недели последние у меня так игра не особо получается. Мне тут ноги обстучали. Проблемы немножко со здоровьем. Но в целом, я думаю, если все будут подъезжать, то вообще у нас не будет ни авторитетов там. Мы должны выигрывать. Ну, просто обидно, когда ты, блядь, играешь, блядь, на равных, а где-то в заднице там находишься. При том, что, блядь, я не скажу, что у них там супер моментов было, блядь, как Дима сказал, на миллион голов, но, блядь, ладно. Отсутствие Никиты Колдунова, это как-то сказалось на игре? Главного гулятора команды? Ну, конечно, Никита, привет. Колдунчик у нас магию творит. Там, спереди. Ну, человек просто умеет завершать. Я думаю, если бы он сейчас был бы, мы бы им 10 бы напихали бы, сзади бы автобусом стали, и нормально бы. Ну, так-то мы играем, вот, один пропустили всего лишь. А с Колдуном бы мы бы, во-первых, и увереннее бы стали играть, во-вторых бы и голову побольше забивали бы. Ну, я надеюсь, голы еще придут, и без Никиты удачи. Я тоже надеюсь. Спасибо соперникам за игру, они молодцы. Вот. Ну, как бы, все. Все, спасибо большое.